И снова здравствуйте. Сегодня у нас легковой автомобиль. Это Nissan 370Z. Посмотрим его конфигурацию. Вот эти красные линии. Надеюсь, это не недостаток текстур. Нет, всё нормально. Это так задумано автором. Хорошие детальки. Всё вроде бы нормально. Матового цвета. Она так не сильно блестит. Сзади Nismo. Надпись 370Z. Nissan. И номерок даже есть. Спереди номерок нет. Метка нашего автора. Кабина у нас одна. Шасси одно. Двигатели два. 350-350 хоспоуэр. Идём дальше. Коробка передач на 6 ступеней. И вот так выглядит наш интерьер. С красной строчкой. Под спортивное всё. Надписи Nismo на сидениях. Материал достаточно неплохой. Вот тут не к чему придраться. Я вам скажу. И даже вот ручка КПП сделана качественно. Всё окей. Подлокотники. Вроде бы всё ок. Мелкие там какие-то есть. Зазорчики. Ну. Это совсем не критично. И руль такой тоже в строчке. Ну. Отлично выглядит. Итак. У нас это стандарт интерьер. Есть эксклюзив. Всё что меняется в эксклюзиве. Я так понял. Что добавляется GPS. А он здесь нужен. Потому что, как мы знаем, авторы легковых автомобилей не любят добавлять аксессуары в свои модельки. Так. Ну. Если это такой большой GPS, то благодарочка автору. Что у нас по цветам предустановленных нету. Есть кастомы. Кастом металлики. Кастом обычный. Давайте попробуем его покрасить в другую. Потому что этот цвет ну совсем никуда не годится. Ярко-зелёную давайте сделаем. Так. Ну. Я думаю. Это такой кислотный цвет. Но зато он хорошо контрастирует с красными линиями. Которые у нас есть. Конечно, можно и покрасить и в чёрную. Сделать кластику. Вот как она шикарно смотрится. Не знаю. Для разнообразия сделаем такую салатовую. Да. Что у нас по точкам. По точкам у нас ничего нету. Я так думаю. Да. Шины у нас одни. Диски одни. Зачем-то Front Mirror делают точку. Не знаю. Никогда не меняется. Никаких спойлеров. Трубы не меняется. Поэтому, конечно, скудно. Это не очень хорошо. И, как я и говорил. В салоне вообще ничего не меняется. Совершенно. Ну. Я вам скажу так. Что обзорность данного автомобиля и так низкая. То ставить ещё какие-то прибамбасы сюда не хочется, конечно. Надеюсь, что будет хорошо работать наш GPS. Сомневаюсь, что здесь будет показывать какую-то информацию. Бортовой компьютер. Если и будет, то он достаточно не информативный. Здесь написано Outside Temp. Это температура внешняя. Ладно. Хватит уже разговаривать. Давайте уже выезжать. Так. 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 И давайте в другой гараж. Потому что, думаю, всем нам надоел этот Бордо. Это Франция. Давайте попробуем Бордо. Если всё будет хорошо, даже немножко проедемся. Если она едет, конечно. Так. Ну, пока что таких недочётов глобальных я не заметил. Итак. Убираем это. Включаем. Слушаем звук двигателя. Смотрим на GPS включение. Да. GPS хорошо показывает. Давайте я выйду с тени. Так. Нам надо хорошо видеть нашу приборочку. Всё отлично. Хорошо всё видно. Единственное, что зеркала. Зеркала. Зеркала темноватые, конечно. О. Всё. Теперь всё отлично видно. Давайте посигналим. Послушаем звук сигнала. Отличный звук сигнала. Смотрим на анимацию и звук. Поворотников. Индикация есть в таких кружочках. Но, к сожалению, ручка не анимирована. К сожалению, так как АПП, АПП тоже молчит у нас. Так, давайте посмотрим, что у нас изменяется в видах наших. Руль, естественно, не меняется. Так, может немножко придвинуть. Придвинуть. Блин. Тогда зеркало встаёт плохо видно. Так, давайте сместимся немножечко, чуть-чуть, чтобы не нарушать общую. Ну, я думаю, так нормально. Зеркало не полностью видно, но будет видно при обгонах, там, при манёврах. Край такой большой. Так, руль ничего не закрывает. Так, естественно, по бортовому компьютеру ничего. Он даже outside temp не... То есть, считайте, у нас нету бортового компьютера. Но, благо, есть GPS. Кстати, ну, вставлен он ровненько. Вроде там не сильно не торчит. Так, всё вроде бы нормально. Очень неплохо сделано. Ну, такой, не на высшем уровне, но нормально. Всё, детальки прорисованы хорошо. Так вот. Окей, давайте посмотрим, как данная машина будет справляться. Ну, видим с DirectX какие-то проблемы. Хотя визуально это так не видно. Давайте посмотрим, как она будет справляться с дождём. Это для нас тоже главное. Включаем. Да, и она отлично стирает капли дождя. Смотрим внешку. Вот так вот она выглядит. И, к сожалению, у нас проблемы с нашими дворниками, с внешкой. Мы видим, что стекло вот так вот утоплено почему-то. Если бы... Ну, я не знаю. То есть, стекло слишком утоплено. Получается, дворники выходят... Ну, они не на правильном месте. Даже если бы стекло было побольше, всё равно почему дворники выходят из капота. С внешкой дворников проблема большая. Огромная даже. Так, поворотники, поворотники. Так, так. Никакой индикации поворотов я не наблюдаю. Так, сзади видно поворотник. Так, наверное, я... Чтобы достоверно всё понять, мы включим... Нет, время надо 2 часа ночи. Блин, тут так светло на этой стоянке. Ну, дворник, то есть, не дворники, поворотник, сзади мы видим. Что у нас спереди? Спереди я не вижу поворотников. И свет тоже очень пустый. Видите, я включаю фары. Плохо видно. Хотя они светят. Давайте я немножко проеду. С вашего позволения немножко прокачусь. Держи. Здравствуйте. 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 Здесь мы остановимся. Смотрите, вот так вот выглядит поворот сзади. Поворот спереди. Фары светят, но мы видим, что их практически не видно. И, смотрите, поворотник еле-еле вот выкруцает. Очень плохо так. Он всё-таки светит, но... И, кстати, наблюдаем здесь вот полная такая полоска. Здесь у нас не полная. Здесь почему-то фара не влезла. То есть, поворотник здесь не влез. А, всё, он засветился. Всё, я понял. Тогда всё нормально. То есть, эта полоска не полностью. Тогда он под определённым углом её видно. То есть, вот так вот поворотничек. Ну, очень-очень тускло. Давайте ещё проедем. Вот сюда. Поворотник. Вот такой вот у нас автомобильчик. Давайте выключу. Движдем. Выключу дождь. Так, там нам сзади сигналят. Блин, не дают совершенно мне рассказать про автомобиль наш. Выключили. Всё. Итак, по автомобилю. Что можно сказать по данному автомобилю? Неплохая моделька, действительно. Хороший, красивый салон. Но слишком тусклые фары, слишком тусклые поворотники. Их практически не видно. И также хотелось бы, чтобы автор поработал над дворниками. Изнутри они стирают нормально, снаружи это какой-то ужас. Тем не менее, я поставлю не худшую оценку, потому что как бы и GPS есть, и звук есть нормально. Я поставлю, скорее всего, восьмёрку, наверное, из десяти. Это всё авансово. Мод должен ещё улучшаться. Спасибо за внимание. Пока. Пока.